Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество за Аравию проходить Сидмэр Сивилизэйшн 6, при условии, что я всем встречным поперечным цивилизациям объявляю войну и не могу с ними мириться. Спонсоры канала, все серии видео сразу во вкладке сообщества, спасибо им большое за поддержку, как всегда, бусечки вы мои любимые, а зрители по мере раз в день, поэтому если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть полностью. Так, ну с самого начала. Значит, что у нас тут происходит? Нам надо серьезно и быстро расселяться. Тут я начинаю строить опять поселенца, но как раз я прокачаю Магнуса на то, чтобы не терять жителей, и наверное тогда я подожду пока строителям вырубать два хода. Видите, я построю правительственную площадь, два хода, чтобы вот дать ему снабжение, чтобы Каир не терял жителей. Так, тут надо включить чисто на еду. Тут, в общем-то, все правильно и стоит, чтобы город рос. Нормальный век, к сожалению, монументальность. Сейчас, смотрите, я подумаю. А может лучше исход евангелистов? Я думаю, что я в это... Блин. А вот вопрос, прямуль. Так, значит, у нас две религии есть, еще пять. Мне надо, чтобы еще четыре цивилизации взяли пророка. А выглядит так, что, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Но из этих пяти две уже приняли. Понимаете? И две цивилизации просто не набивают. Это какой-то прикол. То есть, если есть Аравия в игре, какой-то последняя цивилизация не набивает пророка, чтобы просто, ну, не оказаться в дураках или что? То есть, мне надо фак. Вы знаете, надо, наверное, монументальность брать, потому что, походу, я не наберу в этой эпохе... Ну, я построю священное место в любом случае, но я, наверное, не наберу на пророка. Так что, наверное, все-таки монументальность. А районами тут надо строить. Надо еще, конечно, решить. Но, скорее всего, вот здесь у нас будет все-таки священное место раз от Каира. Священное место два от Медины. Здесь у нас центры коммерции, пожалуй. Давайте бахнем. Ну, и тогда здесь тут кампус и тут кампус. Серьезно? Плюс два? Разве не должен тут быть плюс три от этих районов? Нет? Кстати, а вот тут-то кампус... Ну, это для этого города... Для этого города здесь кампуса плюс пять становится. А, еще, кстати, у нас здесь город встанет. Так, предварительно. Ладно, пока так. Стоунхенш кто-то построил. Галеру мы построили. Багдад нуждается в жилье. Это мы галеры строили, чтобы вот с этими ребятами разбираться. Так, вторую галеру я там строю. Стоит ли мне делать? Я, наверное, третью все-таки сделаю, потому что... Тут очень много их может быть. Так. Это, наверное, сюда поведу сначала. Торговцы я купил. Все, я буду торговцев чисто в Кахоке отправлять. Мачу-пикчу. Так, вы прикалываетесь! Серьезно. Блин, у меня не стоит плюс пять. Блин. Просто минус галера в жопу. Фак. Ну, это прикол. Кстати, вот эти... Вот я... Так бы я плюс три имела. Так плюс четыре все-таки запойтите. Начала все-таки работать на ГГшке. Я думал, чисто в другие города-государства. Тогда нормально. Так. Так, мы тут ждем один ход. Там ничего интересного. Слушайте, я бы, наверное, в Алеппо опять... Раз я там... Профукал галеру. Надо больше галер. К сожалению. Достали мы его дуболомом мочить. Инсулы, арена, но игры и развлечения норм. Опять отступлю. Значит, Магнуса. Создание поселенца в этом городе не уменьшает население. Теперь можно вырубать лес под посело. Отлично. Так, этот сюда... Давайте посмотрим, мы вообще где-то еще хотим. Вот кроме тех мест, где я выставил... Вот тут еще, возможно, где-то город. Город. То есть в итоге у нас будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, нормально. То есть я сейчас чисто расселяюсь Каиром. Просто вот ничего больше другого нет. Тут просто строю поселов. Тем более, что тут есть что вырубать. То еще вот этот выруб... Этот я не буду, потому что он не на холме. А хотя это последнее. Осталось, что тут вырубить-то, собственно... Так, деньги. Деньги, деньги, дреби, деньги, позабыв покой и лень. Делай деньги. Кати, получил устремление за счет постройки правительственной площади. Пингала на рост. Ну, наверное... Так, сколько ходов? Блин, я своей рожей закрыл себе шесть ходов до денег. А, да, сменяем. Между прочим, сменяем на... Ну, античная республика нафиг нужна, у меня нету пока. Давайте на олигарх... Наверное, все-таки на олигархию. Да. Чудеса света я не собираюсь строить. Так, наконец-то плюс пять против варваров поставлю. Поселенцев тут оставляем. Удвоенные... Так, торговые пути нет. Плюс два влияния. Нет, давайте на производство поставлю пока. Так. Отлично. Очень мне нравится все пока. Теперь здесь. Вот тут вот здесь вопрос. Зал для приемов. Храм предков. Ну, слушайте, пока я его построю, то есть, мне останется... Еще этот сделается, да? То есть, тут у меня останется всего три посела. И то девять ходов он строится. Возможно, даже два посела всего останется. Поэтому увели... А, и тем более он увеличивает в Медине, например, а не в Каире. Ну, я тогда зал для приемов тут как бы без вариантов. Потом, как станет четыре жителя, я бы переключился на... Так, а сколько стоит строителя? 120. Я бы следующим ходом тут строителя купил. Или вообще подумаю, что в каком городе купить строителя. Вообще, в Алеппо бы неплохо тоже это все пообрабатывать. Так, то что они вот сюда сами подходят, это здорово. А тут еще галеру. Мне, правда, следующим ходом бы выйти, иначе мне галеру просто негде будет. Блин, не тем походил. А куда делся... Вышел копейщик, что ли, убился от моего дуболома? Что-то я пропустил эту штуку. Есть. Все-таки кто-то там взял... Так, ну мне теперь священное место надо строить. Фак. Блин. Не, ну не блинка я. То есть кто-то все-таки... Я не знаю, каким образом они основали пять религий, если... Точнее, шесть религий. Если там пятеро набивало пророка. Я не знаю, кто-то просто купил. Ну, отлично. Видите, я точно последнюю религию могу основать. Мне надо только священное место построить. Вот в чем дело. Медина. Так, наверное, все-таки в Медине тогда покупаем строителя. Чтобы здесь обработать фермы и город мог расти. А то еды мало совсем. О, отлично, выходим. Стоим пока тут. Это я выхожу, чтобы эта галера где-то появилась. В каком-либо из городов. Так, ну, наверное, все-таки пока хватит, галер. Теперь давайте думать. В Каире. Священное место. Я бы, конечно, тут хотел ставить, да? То есть, чтобы сразу с соседством было. Тут вот эти места рядом с чудом не хочу занимать. Но в Каире мы фигачим поселенцев. И что вот важнее? Я думаю, что все-таки поселенец. Священное место. Блин, короче, надо подумать, где нам его делать. Невозможно оставать религию без священного места. Либо без Стоунхенджа. Давайте, наверное, сюда пойду. Просто по дороге от каравана. Как раз. Храм Артемиды. Кстати, не часто комп 35-й ход. Не часто комп Храм Артемиды строит. Прямо скажем. Отлично. Повышение. Так, какую мы убьем? Наверное, вот эту. Отлично. Ускорили обработку бронзы. Так, ну вот сейчас разберемся и будем властителями морей здесь. Монумент. Да, оборонительная. Я как раз уберу карточку на плюс 100% к созданию морских юнитов. Отлично. Ну, нормально, железо появилось. Меня устраивает. Так, производство. Еда, производство. Нормально. Пока красота. Что у нас? Я последний по техам. Вообще не удивлен. Ну, кстати, быть тут отдельно от всех тоже не самый кайф. Так, все убились от меня. Обороноспособность. 100% к созданию оборонительных зданий. Но, в принципе, с одной стороны можно построить, чтобы ускорить там. А с другой... Я сейчас стены, по-моему, нигде не буду строить. Поэтому, наверное, я бы содержание юнитов поставил. Давайте глянем. Тут... Хотя в Алеппо... А я не открыл стены еще. Что это? Я же деньги открываю, да? Каменоломню я нигде вроде не построю. То есть мне, короче, стены надо просто своим ходом открывать, похоже. Я, конечно, сейчас, наверное, опять не вижу, но... Камня у меня, по-моему, нету вообще на карте. Так что давайте после денег у нас каменная кладка своим ходом. Поэтому карточку на... На строительство оборонительных зданий нафиг надо? На содержание юнитов. Плюс 5 против варваров пока надо. На поселенцев надо. На производство надо. Отлично. Прокачивать пингалу или лучше взять лян? С другой стороны, у меня нету вообще города с нормальным... Да, лян надо будет в какие-то эти города брать. Но еще и Рейну можно взять, но опять же нету... Нет, давайте пингалу пока. На науку. Потому что культура у нас дофига с чудо идет. Отлично. Блин, могут убить. Могут убить. Этот одним может ударом убить, да. Но это последний кораблик будет уже. Варварский мир победил. Так, тут у нас еда, чтобы Медина... Надо до 4 вырасти, чтобы район можно было построить. И лес. Я проверяю, что лес относится к Каиру, что Магнус там работает. Так, что Каир так медленно растет? А еды-то нету. Да, вот есть проблема в этом городе отсутствия еды. Несомненно. И дальше... А вон, пусту воров я заберу. Чудо света я не построю. Тогда давайте пока чудо света. Ну, блин, до... До кампуса мне надо священные места построить. Блин, вот тварь. Жалко. Две галеры просто... Потерял ни за что. Не буду атаковать. Сам пускай он атакует. Так, тут сразу пойдем свинину обрабатывать. В этом городе. Значит, мне еще три посела. Может, мне остальных поселенцев просто покупать? Тем не так много денег. Ну, то есть, я думаю, что мне тут важнее... Знаете, что я следующим ходом поставлю карточку на выкуп клеток, чтобы дешевле было. И в Каире я начну все-таки священное место строить. Вот эту клетку выкуплю. А следующих поселенцев буду просто выкупать за деньги. Блин, тут бы гавань, вообще-то. Кампус на плюс два только будет. Ну, священное место, конечно, плюс пять, но мне очень жалко эту клетку священное место отдавать. Так что, скорее всего, сюда я поставлю. Если бы там какое-то соседство священного места мне еще что-то давало, кроме веры, я бы, наверное, постарался, так как это всего лишь... Ну, тут, например, какую-нибудь театралку можно будет. Понятно, что тут я не буду центр коммерции, я буду гавань вот сюда ставить. Ладно, давайте строителя пока. Тут есть что поделать им. Есть драмы и поэзия. Так, возвращаемся лечиться. Тут плывем в эту сторону. Ставим город. Жалко, что вот эту кахоке забрала, но... Уже иногда мне пишут, зачем я сразу монумент строю. Потому что это быстрее клетки будут добавляться. Клетки в циве добавляются за счет культуры. Куда мне лучше ставить? Сюда город или сюда? Наверное, все-таки сюда. Тут засвечивать буду, чтобы варвары не появлялись. Нету смысла в кахоке отправлять послов. Все это копим дальше. Что тут? Давайте пока исторические хроники два хода. Не забыть бы. И уберем, во-первых, против варваров. Ну, можно оборонительных зданий поставить. Следующим открываю. Так. А здесь поселенцев... Так, подождите. Да, поселенцев убираем. Торгую пути. Ну, можно... А, да. Уменьшает стоимость покупки клетки. Я забыл. Что я это хотел. И... 48. Выкупаем. Ставим священное место. Давайте попробуем ускорить. За пять ходов на эпидон... Нет, ладно, шесть. Ну и минус просто будет... Вообще шесть ходов очень долго. С производством у меня, конечно, проблемы тут имеются. Потому что мало рабочих. Я тут в основном в расселении. Куда-то проплыв, возможно. Монумент в Багдаде. Наверное, амбар вот тут надо. Что иначе не растет город. Просто. Оракул. Великая Вельсурсия. Так чудеса прям строят. Весело с прибаутками. Как окей. Все апнуло в мечников. Так. Можно где-нибудь... Стены будет построить в Медине. Да, давайте в Медине после зала приемов. Это чисто для ускорения инженерного дела. И... Ну давайте пока навигацию по звездам. Все ли я резы, на счастье, обработ... А, янтарь, я помню. Я хотел янтарь обработать и забыл. Да, еще янтарь. Кстати, еще проверим вообще. Еще есть соль, но я туда просто не привел. Не то, редкое поселение. Редкий ресурс. Соль. А, черепахи еще. Блин, может мне все-таки тут на соль тогда прям поставить, чтобы четвертым радиусом хотя бы до этой... А, зачем мне вторая черепаха, если я ни с кем торговать не буду? Я забываю. Так что я вот этой черепахе дотянусь, и мне этого достаточно будет. Все ли, мне кажется, на соль лучше поставить? Что-то как-то соль по... Получше. Ну, оставлю себе холмы вот эти песчаные. Если я Петру построю, то это нормально будет. Хотя что-то... Тут как-то компьютер ударился в строительство чудесно. Мне кажется, что я вряд ли Петру построю. Блин, надо исторически их... Или... Не, надо отложить. Я, наверное, могу еще два кампуса построить. Но они практически уже открыли. Ну, просто нет смысла их сейчас открывать. Давайте вот так. Зал для приема. Вот теперь надо... Давайте, наверное, Рейну в Алеппо. Что, могут там опять вороры? Мне бы, наверное, вот этого... Выкупить оленя. С другой стороны, я коплю на поселенцев. А мне еще два, как минимум, надо. Так, пойдем, наверное, лошадей обработаем. Ищу проплыв от моего континента. Может, где-нибудь будет. Но мне что-то кажется, что мы и в этой серии никого не встретим. Так, там два хода. Наверное, пока ничего не меняем. Давайте, наверное, железо. Это ускорит. Так, навигация по звездам. Давайте рудник. Как раз железо обработаю. Лошадей. Лечимся. Ну, может, здесь только если будет какой-то проплыв. Есть строитель. Блин, взял пантеон на рыбацкие лодки. Пока никак не могу это использовать, в принципе. Вообще, я бы поменял, наверное, карточку. Вот сюда на строителей поставил. Пока не собираюсь другие клетки прямо уж покупать. А вот строителей поделать собираюсь. Блин, восемь ходов. Фига они там ускорились. Может, даже это и к худшему, что я тут нахожусь отдельно от всех. Блин, там без меня не с кем воевать. Никто меня не ждет. Так, вот тут можно опять на жилье поставить. В общем, я бы гавань... Может, мне гавань так открыть? Без ускорения. Эээ, минус. Черт. Видимо, надо купить этого. Жаль, жаль. В прошлом ходе надо было с карточкой покупать. Ну, у меня просто умирает город, иначе. Так, есть амбар. Мне нужны районы строить. Я не могу строить, потому что... О, плюс два. Это потому что у нас тут риф. Так, значит, я хреново поставил город. Блин. Мне надо было на кукурузу ставить город. Тогда у меня был бы здесь кампус на плюс три. Я не заметил риф вот здесь. На рифе невозможно район поставить. Эх, фак. Что-то как-то... Ну, давайте строителя. Ну, блин, с одной стороны хочется и так гавань открыть, с другой стороны строители... Ну, то есть, очень плохо все обработано, поэтому в городах все долго строится. Так, мы следующим ходом религию, наконец, примем. Так, мародерство, создание военных лагерей. И это, кстати, и на гавани влияет. Но я гавани не открыл еще. Кстати, а давайте поставлю. Я поставлю эту карточку. То есть, вот это плюс 30% не только для военных лагерей действует, но и на гавани и здания в них. Гавани, я надеюсь... Просто я не вижу, что тут еще можно мне ставить. Все остальное из того, что тут есть, мне не надо. Ну, остальное пока оставляем. Конец. Основываем религию. О, ислам никто не взял. Отлично. Трудовая дисциплина есть. Прикол. Так, но дело в том... Блин. К этому меня жизнь не готовила, что никто трудовую дисциплину не возьмет. Ну, у меня сосед... Ну, хотя будет... Ладно, давайте по-другому. Вот у нас еще две есть. Религиозные, международные торговые пути дают плюс 2 золота с священным местом и еще плюс 2 за каждое здание в священном месте. Проблема в том, что я не уверен, что эта фигня работает с ГГшками, например, а с другими городами и государствами я не буду торговать. Правильно? Так что, возможно, вот это так себе. Довольство в городах с двумя специализированными районами. Возможно, это лучше, потому что, смотрите, ну, для трудовой дисциплины у нас соседство в священных местах не такое большое будет. Ну, 4-5, вот тут 3. А в остальных городах? Вообще вряд ли там много будет. То есть не так много это производство даст. А счастье там брать неоткуда. Блин, не знаю, все равно хочется трудовую дисциплину брать. Ладно, беру трудовую дисциплину. Ну, со зданиями можно не спешить. Все равно какое-то здание, да, останется. Тем более я не смогу их строить, пока у меня нету ни святилищ, ни храмов. Поэтому давайте что-нибудь тут. Межкультурный диалог. Всемирная церковь. Священные места плюс доединиться культурой золота за каждый исповедующий эту религию город, в котором построено чудо света. Вряд ли. Посол тоже вряд ли. Каждое священное место дает. Церковная десятина. Крестовый поход. Защитник веры, крестовый поход. Ну, в моем случае, когда я на континенте, нахрена это надо? Я бы на самом деле, наверное, взял, блин. Ну, то есть, либо церковную десятину, три золота за каждый город. То есть, у меня девять городов будет, это 27, да, вход золота, например. Ну, не так много. Единицы, ну-ка, за каждых четырех последователей, либо культуру. Либо две единицы веры. Черт. Ну, распространение, я, наверное, сам распространю быстрее, чем... Тут нету чужих религий, мне ничего не будет мешать. Стоимость миссионеров и апостолов снижена. Тоже, кстати, ничего, в плане, что и быстрее распространю, и дешевле будет укреплять. Давайте, наверное, вот эту возьмем. Блин. Промазал. Давайте святой орден возьму. Не знаю, почему-то хочется... Чё-то кажется, что это круто. Так, и я опять нормальный век выпадаю, потому что они так быстро несутся по... А взял бы устремление не на районы, а на распространение религий, мог бы и успеть, между прочим. Давайте я подумаю по поводу города, вдруг... Да нет, сюда надо ставить. В данном случае все-таки сюда надо ставить. Вот, между прочим, риф. То есть сюда можно будет кампус, сюда гавань. Тут с амбара я начну. Те, вот вам и кампус на плюс три. Нет, не отправляем послов. Тут вернусь засвечивать. Тут я, пожалуй, вот эти... Хотя... Хотя что алеба обрабатывает? Ага. Ну тогда надо вернуться овечку все-таки сначала. Тут тоже, кстати, еды нету особо. Ух ты, Финикию встретил. Нет, мы не будем обмениваться, чтобы они к нам шпионов не бросали. И, в общем-то, как я и говорил... Не ожидал. Я, честно говоря, думал, что я за эту серию не встречу никого. То есть пока в Каравеллы не выйдем, но тут, видимо, все-таки есть проплыв. Она сейчас Кахокию перекупит. Вот это, кстати, проблема будет сейчас большая. Фак. Знаете что? Я прям сразу туда отправлю всех своих послов, чтобы Финикия не перекупила этим ходом, потому что... Так, подождите, а куда делась армия Кахокия? У нее было как минимум пять мечников, куда они делись. Он же ни с кем даже не воюет. Поразительно. Так, амбар мне тут не нужен. Ну, давайте Центр Коммерции. Так, а здесь надо святилище покупать миссионеров и распространять веру. Военная, подгадайте, теологию. Следим. Я надеюсь, что варвары... Или Берема убьется об варваров, или варвары Берему добьют. Да, варвары добили Берему. Зашибись. Тут проплыва нет. Тут проплыва нет. Окей. Окей. Так, как я тупо, конечно, Багдад поставил. Что мне тут обрабатывать? Ну, железо, наверное. Ай, блин, гавань бы, конечно. Кампус. Рановато. Давайте пока колесо, верховую езду. Пока вот так. Два морских реза. Тут я, наверное, поплыву крабов обрабатывать. Для кого вот эти крабы? Только если только тут город поставить, он мог дотянуться. Ну, продолжаю строителей. Тут, собственно... Даже и не вижу, что... Что можно другое построить в Багдаде пока. Конечно, придется убирать потом кукурузу. Катастрофическое наводнение. Бонус соседства для священного местора плюс 100. Вот это я бы поставил. Потому что все-таки трудовая дисциплина в данном случае... А с другой стороны, вместо чего? Вместо городского планирования это все-таки для всех городов. Может поменять само правительство? Ветеранство я так и не начал. Давайте, наверное, поменяю на... В итоге на античную республику. Создание строителей оставлю. Бонус соседства священного места. Ну и просто плюс 2 влияния. Рейна Валеппа прибыла. Этот поплыл. Может тут купить клетку, чтобы этого крабика обработать, а потом этого обработать и гавани, собственно, открыть. Не буду атаковать, просто я тут затыкаю дырочку. Так, это вот что такое плавает здесь? О, этих варваров... Наказать бы... Ну, просто добью уже. Так, а давайте глянем, не кидала ли Финикия сюда? Нет, кстати, ладно. Пока окей. Вообще я могу убить и получить уровень. Надеюсь, сейчас Финикия не приплывет беременными. Водяная мель. Нет, продолжаем пока строителей делать. В Джиди монумент. Может центр... Нет, давайте пока строителей. И здесь теологию мы открыли. Эту карточку я поставил. Пошли в феодализм. Дальюшка затормозил я с городами, но я... Ну, надо... Надо в столице вот это все построить, к сожалению. блин но это просто трындец этими варварами какой-то ты просто хоть ты стой не праву тут тут встать чтобы они туда не плыли тут надеюсь убить и свалить так значит тут мы идем сюда обрабатывать клетку здесь все-таки обрабатываем этого крабика железо просто стоим следим чтобы ничего не появилось здесь покупаем миссионера у меня так малый у меня так мало религии факт ничего себе ну тогда центр коммерции я чё-то думал у меня тут религии дофига у меня ее реально ну да сус откуда и взяться то с чего бы так передаем вот эту клетку ученичество ускорено блин как-то мне надо что-то с этими двумя городами сделать хотя прямо скажем что они прям ну вот этот бы надо было поспешили нами кажется место джиды надо было это отставить так теперь вызовы возвращаемся лечиться блин ну что это за что почему почему вот так игра отправляет юнит ну как как это вот что это серьезно мы тут стоим по что тут у нас куча варваров там как-то смогла берема финикийская пробиться чтобы я и войну объявил и все на этом так кстати янтарь же янтарь надо обрабатывать отлично здесь пожалуй я по пути вырублю все-таки кукурузу просто не мешалось и откладываю на один ход потом а нет через ход будет тогда все еще строители делаем через ход только у меня гавани откроются опада на эти глянем ну 40 27 не так уж и сильно до финики впереди все игра хочет меня через через территорию отправить обрабатывать так тут наверно медь пойдем уберем а вот тут уже точно откладываем на один ход то что гавань следующим цепаре следующим ли нет не следующим ну один короче надо так открывать все это тупо ускорять потом ждать просто тупо знаете тут шахту вот в алеппо мы откладываем действительно ход и заканчиваем что уже не уж то средневековье начинается и опять нормальном веке до средневековье ну средневековье мы уже в следующей серии поиграем открываем гавани сейчас будем гавани строить но я отстаю еще хотел глянуть где тут финикия ну финикия тут и по культуре тоже где-то тут финикия 6 ферм вполне могу 1 2 3 4 5 6 6 6 ферм все-таки смогу сделать поэтому пока отложим морскую традицию по открываем но это уже в следующей серии спонсоры канала могут ее найти прямо сейчас во вкладке сообщества спасибо вам за поддержку для всех остальных она появится завтра играть и умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока в общем-то Продолжение следует...